На основании изложенного руководства статьями 340 и 341 УПК ДНР суд приговорил Ассина Эйдена Денина Ладжана Марка признать виновным в совершении преступления предусмотренных статьями 232, часть 2, стать 34, стать 323, часть 2, стать 34, часть 3, стать 430 УПК ДНР и назначить наказание по статье 232 УПК ДНР и назначить наказание по статье 232 УПК ДНР без ограничения свободы. По части 2, стать 34, стать 430 УПК ДНР и разрешение свободы сроков на 7 лет без ограничения свободы. По части 2, стать 34, стать 323 УПК ДНР исключительно пример наказания смертной казни. На основании статьи части 368 УПК ДНР по совокупности преступления окончательно назначить Ассину Эйдену Денину Джону Марку, существующей пример наказания смертной казни. Я нарушена признать виновным в совершении преступления предусмотренных статьей 232, часть 2, стать 34, стать 430 УПК ДНР и назначить наказание по статье 232 УПК ДНР в виде решения свободы сроков на 17 лет без ограничения свободы. По части 2, стать 34, стать 3, стать 430 УПК ДНР в виде решения свободы сроков на 17 лет без ограничения свободы. По части 2, стать 34, стать 3, стать 430 УПК ДНР исключительно пример наказания смертной казни. На основании статьи части 368 УПК ДНР по совокупности преступлений окончательно назначить принтеру решения свободы сроков на 17 лет без ограничения свободы сроков на 17 лет без ограничения свободы. По части 2, стать 34, стать 430 УПК ДНР в виде решения свободы сроков на 17 лет без ограничения свободы. По части 2, стать 34, стать 3, стать 430 УПК ДНР в виде решения свободы сроков на 17 лет без ограничения свободы. По части 2 статьи 34 статьи 2 статьи 3 статьи 323 в УК Республике исключительно мировой наказания и смертной казни. На основании части 3 статьи 68 в УК Республике по совокупности преступления окончательно договора на брагине исключительно мировой наказания в виде смертной казни. Приговор может быть обжалован участниками процесса в процессе нормы порядки Верховного Судо-Народной Республики через операционную палату в течение одного месяца со дня его разглашения, а осужденными в ходе дела для решения перевода приговора председательствующей судебной казни. Кроме того, осужденным разъясняется право на обращение за помидором. И также право на однокровление с протоколом судебного заседания. Судебное заседание завершено.